Для автомобилистов с 1 января вводится скидка на штрафы. В некоторых случаях водители смогут оплачивать 50% от начисленного платежа. На приятный дисконт могут рассчитывать те, кто нарушил правила дорожного движения впервые. Но для того, чтобы воспользоваться бонусом, штраф нужно будет оплатить в течение 20 дней. В госавтоинспекции края заверили, что банковские системы уже отлажены, и ответственный водитель сможет смело вносить вдвое меньше, чем ему начислено. Правда, скидка распространится не на все виды нарушений, предупреждают инспекторы. За исключением административных правонарушений, совершенных большой тяжести, это административные правонарушения за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за отказ от прохождения медицинского свидетельства на состояние опьянения, совершение дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими, и за административные правонарушения, которые будут квалифицированы как повторно совершенные. Это повторное управление транспортным средством не зарегистрировано в установленном порядке, повторное нарушение скоростного режима, повторный проезд на запрещающий сигнал светофора. Еще один закон, о котором стоит помнить автолюбителям, вступит в силу 15 января. С этой даты водители, которые имеют долги в размере от 10 тысяч рублей, будут ограничены в праве управления машиной. По данным судебных приставов, сейчас в крае таких людей более 30 тысяч, и многие из них имеют водительские права. Через две недели, если в отношении такого должника возбуждено исполнительное производство, судебный пристав будет в праве изъять удостоверение и хранить его до полного погашения долга. Если же он садится за руль, при наличии такого ограничения, то 50 часов обязательных работ или реальное лишение водительских прав на год, ему обеспечено. Для того, чтобы избежать подобных казусов, необходимо своевременно узнавать о наличии своей задолженности. Всем, кто в будущем году собирается совершить сделки с недвижимостью, стоит знать об изменениях налогового законодательства. Если пока не облагается налогом квартира, находящаяся в собственности более трех лет, то для тех квадратных метров, которые приобретут после 1 января, будет действовать новый срок – 5 лет. Исключение сделают для жилья, полученного в наследство или в подарок от близких родственников, переданного по договору ренты или приватизированного. При этом сотрудники налоговой службы предупреждают, законодатели дают им новые возможности для борьбы с заниженными суммами в договорах, так что скрыться от уплаты не удастся. Если сумма сделки будет составлять менее 70% от кадастровой стоимости этой недвижимости, значит, мы будем начислять налог на доходы физических лиц. Кадастровую стоимость умножаем на понижающий коэффициент 0,7. Все, что получится меньше, значит, будет считаться от кадастровой стоимости. Вот разницу между этой суммой, которая, кадастровая стоимость, умноженная на 0,7, и фактической кадастровой стоимостью мы обложим по 13%. Большие изменения ждут медицинских работников. Все выпускники медуниверситета в следующем году впервые будут проходить аккредитацию. Она будет пропуском начинающего врача в профессию. Пройдут ее и уже состоявшиеся доктора, правда, для них предусмотрен переходный период – 10 лет. Кроме того, с нового года исчезает институт интернатуры. Теперь выпускники должны будут стать врачами общей практики. Специалисты говорят, в идеале начинающие доктора. Должны выбрать себе специализацию только наработав опыт. Все выпускники специализироваться не будут. Все лечебники становятся терапевтами, все педиатры становятся педиатрами и должны осваивать, начать свой профессиональный рост именно с первичного звена. Не имея опыта, достаточно сложно определиться на обом с дипломом доктора, куда пойти узко заспециализироваться. Это первое. А второе. Программы ординатуры, они ведь тоже будут претерпевать значительные изменения и по своей структуре. Это лишь часть законов, которые изменят нашу жизнь. Новшеств будет еще немало. По-новому посчитают пени для тех, кто не платит за квартиру. Заработает закон о праве на забвение. Если пользователь сочтет какую-то информацию недостоверной, то может обратиться с заявлением в поисковую систему с просьбой исключить ссылки из поисковой выдачи. То есть удаляется не сам ресурс, а возможность найти его через поисковик. Готовым к изменениям нужно быть и предпринимателям. В следующем году им нужно заменить кассовую технику на ту, которая будет автоматически передавать данные о покупках в налоговую. Как эти и все прочие изменения повлияют на нашу жизнь, мы узнаем уже совсем скоро. Анна Московских, Сергей Сеславин, Андрей Крупнов, Алексей Гусев. Новости. Новости.